Дмитрий Касьянов Да, давайте наших телезрителей познакомим с Лигой ACA, что это за лига и насколько она популярна во всем мире Добрый день всем, ну Лига ACA для тех, кто интересуется в принципе спортом, я думаю даже не только единоборствами, а в принципе спортом интересуется Это довольно известная лига тем, что она, ну наверное многие специалисты сходятся в том, что это лучшая лига в России Да, и также многие там эксперты ММА сходятся в том, что это сейчас вторая лига в мире После UFC соответственно, да То есть, ну достаточно известная международная лига, бойцы США, Бразилия, там ближняя зарубежь, естественно Российские бойцы топовые все выступают в этой лиге, ну и на наш взгляд тоже она сильнейшая сейчас в России лига, поэтому для нас честь выступать там И, ну вот сейчас дошли до седьмой строчки рейтинга, что как бы конечно само по себе неплохое достижение Учитывая, что не доходили еще у нас, с нашего города, по крайней мере точно, да, люди не поднимались в рейтинг Ну вот Бийская школа ММА заявила, что она одна из таких серьезных, что мы серьезно можем готовить серьезных спортсменов То есть, не только в любительском спорте, да, как бы мы давно уже все заявляем, что мы в любительском спорте Показываем хорошие результаты достаточно, да, но вот и можем подготавливать, выращивать и спортсменов Профессионального уровня, да, для которых спорт это является уже фактически делом жизни, да То есть здесь можно даже сказать такую историю, да, как мотивация для подрастающего поколения, что из небольшого города Можно выйти в ту самую известную лигу, которая стремится к спортсмену, если вы по вашему виду спорта Да, безусловно, конечно, это нелегко, там многое зависит и от спортсмена И, конечно, большинство, по моему мнению, зависит именно от спортсмена в том плане, насколько он мотивирован И насколько у него тверд характер, да, насколько он готов идти до конца в своих целях, да Ну, немаловажно, роль, конечно, коллектива, роль тренера, потому что любой талант можно как бы неграмотной подготовкой Неграмотными советами где-то, просто неграмотной поддержкой И любой талант можно как и подсломать, да, и направить не в ту сторону куда-то И также можно его превозвысить, и он добьется результатов Поэтому тут нельзя роль чью-то умолять, да, или тренера, или спортсмена Тут совокупность такая, тандем, да, поэтому все в совокупности дает результат Одно без другого здесь не работает Эльмар, давай познакомимся с тобой, расскажи в детстве, каким видом спорта ты начал заниматься в первую очередь И как дальше складываешь твоя спортивная карьера Добрый день, да, в детстве особо ничем не занимался, в деревне жил В деревне жил, деревенская школа Сено, 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 дрова Это хорошая школа Сено толкал, и все, потом как-то переехали учиться в город, и все, вот, ходил, занимался спарту Сколько лет уже в спарте занимаешься? Ну, 10 лет, получается Да, 10 лет уже в спарте получается, вот, как приехал в город Сначала просто ходил, учился, учился, потом думал, ну, пойду позанимаюсь Ну, как бы, таких основных достижений не было, целей каких-то А потом как-то начал заниматься, все начало получаться, и вот, и цель и мечта началась То есть, получается, не с детства, а уже с такого, с осознанного взрослого возраста, да, через 15 лет, 8 минут, да? Да, 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 то есть, вот, уже сам осознанно пришел в этот спорт Никто не привел меня, никто там не мотивировал, сам пришел как-то, начал заниматься и мотивацию поймал Почему именно в спарту пришел, почему именно этот вид спорта? Да я, в принципе, я когда ходил, я когда в город приехал, я и на бокс ходил, и туда ходил, и в разные всякие залы Ну, в спарте я остановился, почему-то более такая Душа туда, когда не приняли, да Да, да, семейная обстановка там такая была, то есть, приняли и сразу две недели позанимался Дмитрий Юрьевич Уже, говорит, все, на соревнованиях надо ехать И все, первое соревнование по РБ было, там выступил, выиграл, и все, и у меня загорелось То есть, первые соревнования, в принципе, у меня были И все, и оттуда все началось Потом, на каких соревнованиях еще был, на таких значимых, и как дошел до приглашения в лигу? Ну, любительская карьера была, конечно, потом мы начали выступать, я начал на Кубке Спарта Нашей организации, которая это делала Именно профессиональные бои Да, профессиональные бои И все, потом нам предложили, год простой у меня был И все, потом предложили на ММА серии подраться На коротком уведомлении Вышел, подрался Я считаю, что победа моя, но там так получилось, что ничью присадили после победы И все, и вот потом на РСС дрался Нам предлагали как бы в ИСЕ подписать контракт Но мы чуть повременили, и вот потом где-то через год Все-таки пришли к тому мнению, что нужно подписывать И все, потому что ИСЕ там такая очень конкурентная, бойцы Ну и в принципе, если смотреть, там очень сильная конкуренция То есть нету там каких-то подводящих боев, проходных То есть если выходишь драться, то надо до конца идти и драться И все, провели первый бой Второй неудачно, третий удачно Подошли очень отлично Сейчас мы подойдем к твоему последнему поединку, Дима А приглашение, вот вам первый раз ИСЕ предлагала Вы его, да? Ну в смысле, что вы уже вместе работали? Да, я как бы, ну то есть я в принципе тут решил не торопиться Да, почему? Потому что мы с Эльмаром обсудили этот вопрос Я как бы его убедил в том, что ну не надо сейчас этого делать Ну всему в свое время Должен боец и ментально созреть до этого, да То есть здесь торопиться, я считаю, иногда это плохо заканчивается Все, потом мы уже подошли, да, к тому, что уже и мотивация созрела такая Уже и все сошлось на том, что уже надо это делать То есть мы решили, ну давай пробовать, давай пробиваться А там, ну что будет, то будет, главное влезть в драку, а там разберемся С какой строчки был первый бой и сейчас уже на седьмой строчке с какой начали? Ну там система такая, что там только первые десятки А, только первые, да, да То есть у них в топ-10, то есть там много бойцов подписано там, то есть нету смысла там ввести какой-то То есть топ-10 это уже считается, это вот топ-10 То есть они уже между собой, они все потенциальные претенденты на титул, да Вот поэтому и уже между ними основная вот эта вот конкуренция за титул, за чемпионский идет Вот в этой топ-10, остальных даже, то есть их, ну не учитывают пока в рейтинге А сколько боев вам надо было пройти, чтобы в топ-10 попасть? Сейчас три боя получается, да, соперники хорошие все, то есть, ну как Эльмар сказал, да, там проходных нету Ну нету соперника, которые все более-менее равные, то есть побеждают Тот, кто там тактически подошел где-то, где-то в лучшей форме подошел То есть все, в принципе, очень, очень близки друг к другу И у всех есть механизмы, как друг друга победить То есть если в остальных лигах, да, в России есть такие моменты, что где-то все равно, ну мы видим, что там кто-то посильнее, кто-то чуть-чуть там послабее То здесь очень трудно, трудно угадать, да, мы, то есть, тоже андердогами были, да, ну как показало Лига увидела этот потенциал, что это не андердог, но в принципе, да, система построена так, что нам ставили, что мы андердоги, как бы выходили, выигрывали То есть, ну, у лиги глаз наметан, да, я думаю, они посмотрели, кого они подписывали И не ошиблись Достойные, да, или в любительской карьере, и как бы в профессиональной, что человек готов к этому Ну вот, и они не ошиблись, да, вот уже влетел, так сказать, в топ-10 Мы не ошиблись с тем, что мы вот этот год, я думаю, как-то взрели, взрели, все, вплот должен созреть, он созрел Это было правильное решение, да? Да, да, я считаю, что в тот момент было маленько, фальстарт был, вот именно в тот момент Эльмар, расскажи о своем последнем поединке, что был за соперник, откуда и чем он был хорош Ну, Олег Альиничу его, в принципе, я его знал еще давно, в том плане, когда дрался на ММС-серии, потому что С кем я дрался на ММС-серии, он дрался с этими соперниками, он выигрывал их, и все, я его еще тогда заметил И все, потом я его встретил на сборах, я в Дагестан на сборах езжу, там его первый раз пересекся с ним Тренировались даже как-то вместе А, даже так Да, да, даже тренировались вместе И все, соперник очень достойный, как бы за пояс дрался в лиге ACA Конечно, там за пояс у него конкуренция, там, очень хорошая была, с Михаилом Осматкиным, с Лимом Магомедовым Лимом Магомедовым, это чемпион в лиге, с кем я так же езжу и тренируюсь, у него в зале То есть мы вместе проходили подготовку, он тоже дрался на этом турнире И все, и вот он после двух поражений, так получилось, что нам предложили его, он был, как вообще попасть в топ-10 Ты должен пройти бойца с этого рейтинга, то есть он был на седьмой строчке, мы его прошли, все, на седьмой строчке мы встали Он сейчас там на восьмой вроде строчке По-моему, да? Да, да, система вроде там так и работает Как бой складывался, потому что я смотрел поединок, довольно-таки неплохая была куйка Я, в принципе, знал тактику Оленичева, потому что у меня скорость очень хорошая для, в принципе, этого веса Да, и я понимал, что у меня будет прижимать у сетки, я даже в зале, то есть отрабатывали Я говорю, давайте все, у стены будем работать, по-любому будет к стене меня жать И все, и все так и получилось, ну, как бы это, первый раунд вот на дистанции, он понял, что на стойке все не вариант Ловить нечего Да, 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 и поэтому начал со второго, третьего раунда бороться, но мы тоже показали, что мы тоже боремся И все, и переломили ход поединка, как бы Ну, там и не было такого момента, чтобы переломливать Просто делал свою работу, все получалось, все было идеально Бой прошел очень хорошо, чувствовал себя очень замечательно, честно говоря Что вот так вот все прошло даже У меня обычно ты с боев уходишь, у меня там сечки, синяки, а тут вышел целенький Какой хороший Вообще, да, отлично Дим, я когда смотрел поединок, по-моему, в последнем раунде, за последние 40 секунд Ну, может быть, как телезрителю, да, могло быть уже все понятно, что бой завершен, да, потому что Наш боец был уже сверху, там уже эффект добивания был Да, да У тебя как тренера то же самое было, или все-таки ты еще, как бы, но 40 секунд это много Я мало того, что тренер, да, я еще судья по ММА, да, я с точки зрения могу и судьи посмотреть, могу и с точки зрения, да, тренера и команды, там, и своего ученика, который шел к досрочной победе, да, я, конечно, однозначно могу сказать, что, наверное, надо было остановить бой, да, там, где-то уже не было там активного сопротивления такого И, как бы, ну, может быть, этот бой остановили, если бы это был середина, там, второго раунда, да, тут была концовка, можно понять рефери, да, если бы я реферил этот бой, может быть, я бы тоже его не остановил, потому что, ну, конец боя, как бы, такой боец у него именитый, да, лежит, получает, чтобы лишних вопросов таких не возникало, да, то есть, и, ну, вот, мне кажется, это сыграло, ну, вот, решающую такую, в решении, так скажем, суди, если бы это было чуть раньше, возможно, бы бой остановили при тех же условиях, потому что это не был бы конец боя, да, то есть, там уже, а в конце боя, ну, ну, если бы совсем обмякнули, ну, можно долго тут рассуждать, ну, да, там всегда смотрят разные. И можно, как бы, здесь и с точки зрения моей, как тренер, говорить, что, ну, должен был быть, все-таки настаивать на том, что должен был быть, да, завершение, остановка боя, но с точки зрения судей, можно логику в его решении, там, где-то найти, тоже, может быть, не захотели где-то ответственность брать, ну, в любом случае, судьи квалифицированные, там, знают, что делают, как бы, да, поэтому, ну, обсуждать решение судей сейчас, как бы, не хотелось бы, да, уже, уже, уже есть, есть, и, как бы, хорошо, что все хорошо, все, все по плану, все четко, как бы, честно, в принципе, какую подготовку прошел, сколько, да, Эль Майор сам молодец и режимил, то есть, нигде не отклонялся, и очень много сделал для того, чтобы, там, в правильной форме подойти, именно с точки зрения, это рабочая такая победа, Рабочая, именно, именно работа, это неудача никакая, там, что он вышел, он фортанул, да, где-то, то есть, здесь не фортанул, здесь это должно было так случиться по раскладу, по всему, то есть, как он шел к этому, как бы, как он, как он четко все выполнял, там, всех врачей рекомендации, да, там, тренеров рекомендации, там, мои рекомендации, То есть все шло и должно было закончиться логично именно так, поэтому тут без даже доли везения какой-то здесь чисто рабочая победа такая. Я и по бою думаю видно. Ну да, по бою, ну кто смотрел, думаю, да, это было 100%. Эльмар, кратко расскажи, какие планы сейчас, чем сейчас занимаешь, отдыхаешь или нет, или уже тренируешься, и когда ближайший бой? Ну сейчас, как тренер сказал, уже месяц Рамадан, у нас тоже месяц Рамадан идет, вот сейчас предложили на конец мая, 31 мая в Уфе бой, мы согласились. И вот в планах сейчас в середине апреля поехать опять на сборы, то есть как бы мы тут тренируемся, формы себя держим, подготовимся, и вот там поехать, доготовиться, и вот узнать имя соперника, и как бы готовиться к следующему поединку. И все, а так, конечно, планы грандиозные, пояс забрать. Ну что, вам большое спасибо за беседу, я надеюсь, мы с вами в следующий раз встретимся, когда Эльмар уже будет с поясом. И мы будем обсуждать уже эту золотую. Хотелось бы, хотелось бы, но я думаю, не за горами. Дай бог, мы запомнили. На этом наше время большому сожалению подошло к концу, любите спорт, и он ответит вам взаимностью. Спасибо. Спасибо.